Питер, мы с тобой. Пой, взрыв в метро Санкт-Петербурга потряс жителей всей страны. В городе усиливают меры безопасности. Говорите, вас слышат. В Муравленко стартовал проект «Открытый диалог». Семья Дугиных стала лучшей молодой семьей в округе. На Ямале подвели итоги ежегодной премии. И без наклейки «Не выезжать в правила дорожного движения» внесены поправки. Нововведения обсуждаем с гостем в студии. 3 апреля трагическим событием вписалось в историю нашей страны. Взрыв в метро Санкт-Петербурга потряс жителей всей страны. «Питер, мы с тобой» – эти слова стали символом поддержки жителей города на Неве. Произошедший в метро Санкт-Петербурга взрыв унес жизни людей. Вместе с петербуржцами скорбят и ямальцы. 4 апреля губернатор Дмитрий Кобылкин объявил на территории арктического региона День Траура. В городах и поселках Ямала, связи которого с Петербургом исторически сильные и крепкие, в знак солидарности отменили все развлекательные мероприятия. Губернатор округа поручил всем ответственным службам и главам муниципальных образований усилить меры безопасности. Дополнительные меры по повышению безопасности населения в Муравленко были введены с 4 апреля. Усилена антитеррористическая защищенность значимых объектов. Соответствующее решение было принято администрацией города на внеплановом совещании антитеррористической комиссии. Тему продолжит Марина Мехедова. Цели к безопасности детей. Вход с 5 апреля со стороны улицы Новой. Вход со стороны Муравленко закрыт. Кого СМС-сообщением, кого звонком, кого записью в дневнике. Всех родителей предупредили о том, что сквозной проход в учреждениях образования теперь закрыт. Путь в школу и в детсад удлинился. В ней не разделились. В третий день бегаю, спасаю супругу. Она на автобус не успевает, а я вот бегаю вокруг. А сейчас мы заходим здесь, обходим весь садик и попадаем только в группу. Ну и как вы к этому относитесь? Ну, ради безопасности детей мы согласны на все. Кому-то удобно, кому-то неудобно. Вам неудобно? Мне удобно. Ну вот я сейчас с работы выходила, дети на дороге. Здесь, которые раньше в ту сторону выходили домой. Сейчас они все на дороге валяются, играются. Неудобно ходить в школу. Я живу на Муравленко, а мне приходится обходить сюда на новую улицу и заходить с этой стороны. Но это так долго обойти тебя? Ну, нет, но все равно неудобно. Выйти на пять минут раньше или на десять. Вся проблема решена. Это же ради безопасности наших детей. Мы ограничили доступ, усилили пропускной режим, провели дополнительные инструктажи с ответственными работниками и просим родителей, обращаясь, пользуясь случаем, ко всем родителям отнестись с пониманием. Данные меры, они временные. Возможно, кому-то бетонные блоки, перекрывающие проезд и эта щеколда на заборе, покажутся недейственными мерами защиты. Но ведь этим дело не ограничивается. Например, городская система видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион» ежегодно пополняется новыми камерами. Только на объектах образования их более трехсот. Перекрывать дорогу в город Муравленко никто не планирует и этого не будет. Досматривать граждан на улице беспричинно тоже никто не будет. Так что мы живем сегодня в нормальном, стабильном режиме. Да, есть некоторые мероприятия, по безопасности которых мы обязательно должны их исполнять. Чем меньше посторонних проникает на территорию школы, тем в большей безопасности находятся дети. И даже обычный замок может сыграть свою роль. Это выход номер 4, номер 5 выход. В общем, все выхода мы можем наблюдать по видео. А что там за посторонние люди у вас работают? Это дворник. Это здесь у нас люк, где есть нечистоты. Они сейчас смотрят, делают замеры для того, чтобы пригласить для удаления этой жидкости. Еще одна мера, которая вызвала недопонимание горожан – закрытые запасные выходы. На этот случай провели специальные инструктажи. Все от запасных выходов ключи находятся на вахте. Все пронумерованы. И поэтому в любом случае вахтер может взять ключ и открыть данный запасной выход. То есть никаких сложностей быть не должно? Нет, не должно. Как бы все это предусмотрено, отработано не один раз. В мировой истории масса случаев, когда преступникам оказывался добропорядочный с виду гражданин. Это не значит, что теперь каждый под подозрением. Но минимизировать риски необходимо. Извините. Разве и ребенок умилеете. Вероника. Угу. Хорошо. Хорошо. Усилен паспортный режим и в учреждениях культуры в ДК установлен металлоискатель. Пока он работает в тестовом режиме, но и эта мера не лишняя. Все объекты спорта с 1 апреля также под круглосуточной охраной силовых структур. Днем усилен пропускной режим, закрыты сквозные проезды. Оставлен тот въезд, который находится под наблюдением администраторов и видеокамер, чтобы на территории, на стоянке не было брошенных машин, и чтобы администратор мог вовремя среагировать на возникновение каких-то ситуаций, которые связаны с антитеррористической защищенностью. Защититься от опасности исключительно полицейскими методами нереально. Самое главное средство в борьбе с терроризмом – пропаганда его неприемлемости. И чтобы не вспоминать пословицу о грянувшем громе и перекрестившемся мужике, надо, чтобы бдительность, неравнодушие и здоровое отношение к правилам безопасности стали нашей нормой поведения. Марина Михедова, Анатолий Шуликов, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». О других событиях с российского масштаба. Владимир Путин принял участие в работе четвертого медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Это уже четвертая встреча, которую проводит Общероссийский народный фронт. Глава государства назвал ее полезной. Во время дискуссии журналисты из разных регионов страны и активисты Общероссийского народного фронта спрашивали главу государства о наболевшем. О взаимодействии с чиновниками, ограничениях в интернете, стихийных мусорных свалках. Кстати, в нынешний год экологии несанкционированные свалки стали самым популярным вопросом. Еще одна актуальная тема – продление программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Президент конкретных сроков не называл, но пообещал сделать все для того, чтобы ее продолжить. «Сейчас я не буду говорить ни объема, ни сроки, потому что это касается конкретных бюджетных обязательств. К этому нужно подходить очень аккуратно, особенно когда мы публично говорим о вопросах, которые еще окончательно не сформулированы или не приняты. Но в целом я считаю, что это хорошая программа, ее надо бы продолжить». На заседании правительства округа вице-губернатор Ирина Соколова представила результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос ямальцев показал, что уровень доверия главе региона Дмитрию Кобылкину составляет 78%. Президенту Владимиру Путину доверяют 86% из общего числа опрошенных. Это выше общей российского значения. Как подчеркнула Ирина Соколова, цитирую, «главным показателем доверия к власти являются выборы. В прошлом году явка на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы составила более 73% от общего числа жителей автономного округа, имеющих избирательное право. Участники предвыборной гонки признали соблюдение принципов конкурентности, открытости и легитимности». Власти города вновь вышли на открытый диалог с жителями. В первых числах апреля в городе вновь стартовал проект с одноименным названием. В этом сезоне открытого диалога будут организованы четыре встречи. Первую посвятили обсуждению вопросов дошкольного образования. Побывал и послушал Эрнест Бавшин. Дошкольное образование является обязательным. Соответственно, к нему предъявляются те же требования, как и к школьному. По законодательству получается, что родители, которые намеренно не водят ребенка в детский сад, лишают его права на получение первоначального образования. В Муравленко указ президента по ликвидации очередности в детсады для детей от трех до семи лет выполнен полностью. В учреждениях оптимизировано внутреннее пространство для организации дополнительных групп. Построен новый детсад. В этом году начнется строительство еще одного дошкольного учреждения. Через некоторое время, 6-7 июня, мы забиваем первую славу под новое дошкольное учреждение. Кстати, надо придумать ему название, чтобы оно шло в проектной документации. Чем быстрее, тем лучше, кстати. И мы понимаем, что исходя из нашей демографической политики, исходя из ее статистических данных, мы получим результаты, где дети будут расселены в качественные детские сады. Но по статистике Управления образования дошкольные учреждения посещают лишь 60% детей. Другие 40% длительное время отсутствуют, но при этом сохраняют за собой место. Причины, по которым ребенок не посещает детсад, самые разные. Одна из них связана со здоровьем. В ходе диалога выясняется, что многие родители сами принимают решение о степени заболевания ребенка, не обращаясь за помощью врачей. Мой ребенок в марте ходил 6 дней, остальное время он болел. Я не обращалась врач в первый раз. Знаете почему? Потому что мне каждый раз говорят одно и то же. Никто не вникает конкретно в ситуацию моего ребенка. Когда я задаю вопрос, почему так часто происходит болезнь, мне говорят, ну это нормально. Позиция властей в этом отношении однозначная. Родители не должны самостоятельно решать, чем и насколько серьезно болен ребенок. Это задача врачей. В случае болезни нужно оформлять официальный больничный. Во-первых, это гарантия правильного лечения. Во-вторых, в этом случае с родителей снимается обязанность оплачивать пропущенные дни. День-два ребенок заболел, в любом случае врач должен об этом знать. Система здравоохранения города должна об этом знать. Врач должен к вам приехать. Если они говорят, что приезжаете в поликлинику, значит нужно идти в поликлинику. Но мы должны четко понимать, какая ситуация у нас с заболеваниями детей. Серьезно или не серьезно, ну мне нам решать. Хотя я понимаю, о чем вы говорите по большому счету. Но у нас нет такой возможности дать вот эти два дня якобы на то, что хочу посещать или не хочу посещать. В ходе общения к теме дошкольного образования добавились вопросы сферы здравоохранения. Их было немало, поэтому глава города предлагает провести отдельную встречу, посвященную вопросам медицины. Она состоится 18 апреля в четвертой школе. Что же касается дошкольного образования, то здесь главное уяснить. Детский сад – это так же, как школа, где каждый ребенок должен полноценно развиваться. По итогам беседы я все-таки поняла, что у нас проблема не столько в дошкольном образовании, а сколько в медицине. Потому что в основном-то вопросы были не по дошкольному образованию. Я считаю, что уровень дошкольного образования в нашем городе достаточно высокий. Дошкольное образование – это есть первая ступень образования, вообще общего образования. И поэтому посещает детский сад ребенок не только, знаете, как питается, играет, питается и развивается. Процесс образования, он такой, знаете, как объемный. Его не можно оценить и посчитать. Открытый диалог продолжается. Впереди еще три встречи. Ближайшая состоится 14 апреля в Доме культуры Украина и будет посвящена вопросам ЖКХ. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Не приклеил наклейку, придется заплатить штраф. С 4 апреля в силу вступили изменения в правила дорожного движения. В частности, введен запрет на управление автотранспортом без таких знаков, как начинающий водитель, шипы, перевозка детей, глухой водитель и ряд других. Для нарушителя штраф составит 500 рублей или предупреждение. Самый популярный опознавательный знак – шипы. Высокий спрос в автомагазинах на эту наклейку начался еще неделю назад. Водители буквально смели их с прилавков, поэтому на сегодняшний день найти заветный треугольник можно не во всех торговых точках. Там же, где есть, цены неоправданно завышены. Наклейка стоит в 100 рублей. Оперативной ситуацией воспользовались производители рекламной печатной продукции. У предпринимателей наклейку можно приобрести подешевле – за 50 рублей. Страфовали еще? Нет, конечно. Мне сказали, я вот его наклеиваю, чтобы меня никто не трогал. Я исполнительный человек. Если положено шипы, значит, у всех должны быть шипы, колеса шиповали. А зачем вот эти вот знаки, например? Вот, не знаю. А почему начало зимы не это самое? Не ввели это закон? Для чего это? Люди же переобуваются литр резины. Это нормальная практика предупреждать о том, что у меня шипованная резина. И то, что не стоит ко мне поджиматься во время езды по трассе, потому что шипы имеют свойство вылетать. Это небезопасно. Итак, за последние два месяца в правила дорожного движения внесено несколько поправок. В конце марта правительство России утвердило ограничения для начинающих водителей. В апреле последовал еще ряд поправок. Подробнее о них и о дорожной ситуации в городе. Сегодня говорим со старшим инспектором группы по исполнению административного законодательства, городской госавтоинспекции Ильей Русаковым. Добрый день, Илья Владимирович. Мой первый вопрос. Какова статистика в Муравленко? Часто ли начинающие водители нарушают правила дорожного движения? Не скажу, что часто нарушают такие водители правила дорожного движения. Но все же нарушения есть. Есть глупые нарушения, которые совершаются по неосторожности. То есть водитель еще не настолько привык к транспортному средству, к управлению, не набрался достаточного опыта, в результате чего совершает некоторые ошибки. которые приводят к нарушению правил дорожного движения. А не связываете ли вы нарушения правил дорожного движения начинающими водителями, как один из признаков недостаточности, скажем, недостаточного качества образования? Да, мы проводим расчеты по статистике. Это касаемо совершения дорожно-транспортных происшествий именно молодыми водителями. То есть те водители, которые имеют стаж менее 3 года, менее 3 лет. То есть мы производим выборку, определяем, какая учебная организация его обучала, где он получал водительское усилие, где сдавал экзамены. Соответственно, уже в отношении той организации, которая обучала такого водителя, уже делаются определенные выводы, определенные работы. Илья Владимирович, с 4 апреля на автомобилях обязательно наличие ряда знаков. Это шипованный автомобиль, перевозка детей, начинающий водитель. Какие меры будут применяться к тем, кто еще, скажем, не обзавелся, не приобрел знак и тем самым нарушает ПДД? За отсутствие такого знака, при его необходимости, соответственно, уже будет образовываться состав административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.5. То есть это управление транспортным средством с наличием технической неисправности, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства. Санкция по этой статье либо предупреждение, либо 500 рублей штраф. Если на автомобиле должны быть установлены сразу несколько таких знаков или отсутствуют все одновременно, штраф будет по совокупности как-то назначен или за каждый знак? Дело в том, что если, допустим, необходима установка нескольких знаков, но отсутствует один, либо все отсутствуют, будет совершено одно единственное правонарушение. Поэтому привлекать будут один раз, при этом в описательной части в постановлении пропишут отсутствие каких конкретных знаков и с чем необходимость их установки должна быть. Закон регламентирует, на какую часть машины должен быть наклеен такой знак? Это прописано в правилах дорожного движения, в пункте 8, то есть для определенных видов знаков, то есть прописано определенное место для их установки. А можно ли изготовить знаки самостоятельно? В принципе, да, главное, чтобы они соответствовали требованиям нормативных документов, то есть ГОСТов. У нас есть уже прецедент по городу, уже в городе нашем передвигается транспортное средство, не буду говорить какое, у которого на все заднее стекло уже установлен. Треугольник шипы? Да, треугольник шипы. Это не воспрещается? Нет, главное, чтобы его было видно, чтобы отчетливо водители, которые двигаются за ним, отчетливо понимали, что впереди двигается транспортное средство, у которого остановлены наши полные резины, соответственно, тормозной путь будет меньше, чем у обычного автомобиля. Ну и стоит отметить, что вот все-таки летом, давайте, для понимания автомобилистов, летом нужно снимать знак, например, шиповные резины? Нет, знак носит характер предупреждения, то есть для того, чтобы предупредить тех водителей, которые двигаются сзади в обводном направлении. Еще одна поправка, которая вступила, ну скажем, в силу на основании решения Верховного суда, который отменил обязательные детские автокресла для перевозки детей до 12 лет. Как сегодня можно перевозить несовершеннолетних до 12 лет? Согласно правилам дорожного движения, пункт 23.9, дети до 12 лет должны перевозиться в транспортное средство с применением детских удерживающих устройств. То есть какого вида они будут, уже не столь важно. Поэтому здесь водитель сам должен определить, каким образом ему пристегнуть ребенка. В последнее время очень много говорим о том, что вскоре каждый гражданин сможет передавать сообщения, фиксировать нарушение ПДД с помощью мобильного телефона. Пока закон не принят, но ваше соображение, что вы думаете на этот счет? У нас эта практика существует уже давным-давно. То есть если какой-либо гражданин выявил совершенное правонарушение, он может заснять, можно сфотографировать. Соответственно, позвонить в дежурную часть, сделать сообщение о том, что было совершено правонарушение. Ну, будем надеяться, что граждане, автомобилисты, пешеходы будут ответственны, законопослушными на дорогах. Спасибо вам. Вам спасибо. За то, что пришли, ответили на мои вопросы. Мы продолжим после паузы. Проект «Открытый диалог» продолжает свою работу. 14 апреля. Дом культуры Украина. 18 и 21 апреля. Школа номер 4. Начало встреч в 18 часов. «Открытый диалог». Задай вопрос власти. Продолжаем выпуск. Они активные участники городской жизни, конкурсов и фестивалей. А их жизненная кредо – движение вперед. Чита Дугиных из Муравленка стала лауреатом окружного конкурса «Семья Ямала-2017», победив в одной из номинаций. С молодой семьей встретилась моя коллега Анна Григорян. Кристина и Сергей Дугины – педагоги. Она работает в детском саду «Непоседы», а он преподает в четвертой школе. Общие интересы в работе объединяют супругов. Вместе совершенствуются в профессии, вместе делят трудности и радости воспитания детей. «У нас общая позиция, общие взгляды. То есть все мы, так сказать, вместе решаем перед тем, как сделать какой-то вывод». Три кита, на которых строится семейное счастье Дугиных – это любовь, взаимопонимание и доверие. Их жизненная кредо – двигаться вперед, к новым вершинам. Они активные участники различных конкурсов и фестивалей. Причем не только городского, но и окружного масштаба. Накануне Дугины стали лауреатами конкурса «Семья Ямала-2017» в номинации «Молодая семья». Мы направили материалы конкурсные, прошли муниципальный тур. По поводу окружного тура это было даже неожиданно. Когда вчера позвонили, сообщили, то есть радости в принципе не было предела. Но еще такое неосознанное состояние было, потом уже, когда пришла домой, более-менее. Как-то не верилось, если честно. Не ожидали. Не ожидали. Секретов успеха нет, говорят Сергей и Кристина. Победить в конкурсе помогли сплоченная семья и преданность профессии. У нас в семье имеется семейный архив, который переходил от предков к предкам. Это автоальбомы, документы. То есть на основе этого мы смогли сделать в составе шесть поколений. То есть это один из критерий. А второй это также дипломы, грамоты, участие в проектах. То есть здесь уже, наверное, преимущество в том, что мы работаем в учреждениях, образовательных учреждениях, организациях. После победы в региональном этапе конкурса семья Дугиных представит Ямал во всероссийском конкурсе «Семья года». Супруги уверены, что достойно выступят на уровне страны. Ведь по-другому никак. Жизненная креда обязывает. Оксана Шосток, Аня Григорян, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». К другим темам. Ямал признан одним из лучших субъектов страны в плане организации физкультурно-спортивной работы. Центр спорта «Муравленко» стал первым по итогам окружного смотра конкурса среди спортивных учреждений, в которых практикуется адаптивная физкультура. Оксана Шосток продолжит тему. Маленькому Любе всего три года. Оздоровительным плаванием занимается не так давно. Сначала к воде относился с осторожностью. Сейчас из бассейна вытащить его просто невозможно. Хорошо, что для таких маленьких, для таких деток придумывают такие, что занимаются ими. Что они не остаются в стороне. Адаптивная физкультура – одна из возможностей укрепить здоровье. Регулярные занятия для детей особой заботы являются жизненно необходимыми. Здесь маленьком бассейне мы приучаем их к воде, а потом идем в большое. Там уже учимся плавать основными видами и так далее. В тренажерном зале также занимаемся. Занятия проходят индивидуально или маленькими группами. Такой подход позволяет уделить больше внимания каждому ребенку. Но самое главное – работа дает результаты. В прошлом году занятия по адаптивной физической культуре помогли двум детям уйти от инвалидности. Тяжело, но интересно. Каждому подход найти, а потом вот эта благодарность, когда они тебе машут просто ручкой, а не сказать ничего не может, или прибегают, улыбаются, обнимают. Это непередаваемо. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в центре спорта Муравленко продумано все до мелочей. Начиная от пандусов. Адаптированы спортивные залы. Работают три тренера. Занятия проводятся и в большом бассейне, занятия проводятся и в тренажерном зале. Также у нас для колясочников есть отдельный небольшой зал, где у нас есть специализированные тренажеры для занятия именно колясочниками. Также у нас есть терапевтическая ванна с специализированным креслом для инвалидов-колясочников, в котором проводятся тоже занятия. Сегодня в Центре спорта Муравленко адаптивной физкультурой занимаются около 50 человек. Занятия для них проводятся абсолютно бесплатно. Оксана Шосток, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Учащаяся четвертая школа за экологическую безопасность. При поддержке программы «Родные города» компании «Газпромнефть» в школе организовали конкурсы инсталляций. Каждый класс представил свои исследования, опыты, разработки в форме лабораторий, отделов и экспозиции. Робототехников промышленности, нефтяник Ямала, битва за землю – все проекты посвятили Году экологии. Посмотрела и впечатлилась Эльвира Валиахметова. Ученые, профессора, разработчики, лаборанты, коридоры и кабинеты четвертой школы превратились в один большой научно-экологический центр. Каждый класс представлял свои исследования, опыты, разработки в форме инсталляций, лабораторий, отделов и экспозиции. Робототехников промышленности, нефтяник Ямала, битва за землю, экология, вселенная, живая природа. Всего 14 команд. У нас выставка, и мы хотели показать, где используются переработки нефти, в каких отраслях, допустим, в быту, в косметологии, в различных тенях, в сельскохозяйственной культуре. То есть некоторые, возможно, перестанут жевать жвачки, когда узнают, что они делаются из переработки нефти. Каждая экспозиция уникальна и интересна по-своему. К примеру, инсталляции «Экология здоровья» ребята хотели донести до потребителей информацию о том, насколько опасны и вредны чипсы и газированные напитки. И как производители в погоне за большими прибылями забывают о здоровье покупателей. Главная проблема сейчас – это деньги. Они изготавливают продукты, которые портят нам жизнь, которые разрушают всё на этой земле. Пусть они задумываются, что они изготавливают. Пусть они будут говорить правду. Пусть они будут делать полезное существо. Каждая инсталляция заслуживала особого внимания. Ребята показывали опыты по сбору и очистке воды, ликвидации аварий на месторождениях, рассказывали о возможностях жизни на Марсе и многое другое. С помощью робототехники наглядно продемонстрировали возможности использования машин в решении актуальных экологических проблем. Увлекательной для ребят и жюри оказалась экскурсия по лаборатории под названием «Следствие ведут знатоки». Фейерверки, колбы с цветными жидкостями. На одной площадке юный исследователь демонстрировали самые различные опыты. Каждый представлял свое. Опыты не повторялись. Поэтому мы все реакции посмотрели, кто с чем сочетается, что с чем не сочетается, на что действует соляная кислота, серная кислота, как она вступает в реакцию, что из этого происходит. Очень интересно. Спасибо школе, спасибо ребятам, спасибо за то, что организовывают вот такой конкурс. Мне больше всего понравилось то, как из нефти делали бензин. То есть из нефти делали топливо. Только там при испарении такие пары образовывались, которыми желать было необязательно. Но повторить мы этот опыт не сможем, потому что нет ни нефти, ни спиртовой горелки, да и нету катализаторов. По итогам конкурса определились четыре лучшие команды. Гран-при фестиваля науки завоевала лаборатория «Следствие ведут экологи». Команды победителей смогут презентовать свои инсталляции и опыты на общегородском конкурсе «Родной город Муравленко», который состоится 15 апреля. Эльвира Валиахметова, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Завершение выпуска. Коротко о событиях, произошедших за последние семь дней. Придеры и участники конкурса детских рисунков получили заслуженные награды. Творческое состязание инициировали депутаты Ямальского парламента в рамках Года экологии. Юные инспекторы дорожного движения достойно выступили на окружном конкурсе «Безопасное колесо» у сборной города в серебро в общекомандном зачете. 20 лет со дня образования. Коллектив операционного блока городской больницы отмечает юбилей. За год здесь проводят более тысячи операций. Это сотни спасенных жизней. Ярмарки вакансий помогают найти работу. Центр занятости населения впервые организовал встречу безработных, особой заботы с потенциальными работодателями. 13 лауреатов и 4 дипломанта. В городе прошел ежегодный зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта». На интернет-портале «Молцентр» продолжается прием заявок. Доступны путевки в оздоровительный лагерь «Снежинка» под Тюменью и болгарский Ямал. Они настоящие хранители истории. Работники муниципального архива получили награды от окружного руководства. Успешный опыт развития кочевого образования. Старшеклассники-тьютеры во время летних каникул будут передавать полученные знания младшим братьям и сестрам. 8 апреля сотрудники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник. Это все на сегодня. О самом важном и интересном, чем будут богаты предстоящие 7 дней, смотрите вновь в субботнем эфире. А я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь.